Установлен памятник Ивану Ивановичу Петскому, государственному деятелю времен Екатерины II. По его инициативе здесь на правом берегу был основан воспитательный дом. Воспитательный дом это приюты. Сюда приносили найденыши, подкидыши, сирот. И здесь государство брало на себя заботы о воспитании и образовании этих детей. Содержался воспитательный дом на доходы от производства в России игральных карт. Поэтому про игроков с левой стороны еще два университета. Вот это светло-серого цвета здание слева от нас, это университет дизайна и технологии дизайна. А следующее за ним здание электротехнический университет и Бонч-Пруельч. Главное же здание педагогического университета на правом берегу находится вот за этой оградой и за деревьями. На территории педагогического университета ведут ворота желтого цвета, вот они видны справа. Над воротом изображение пеликана. Пеликан это символ педагогической жертвенности. Согласно старинной легенде, пеликан рвет свое сердце на части и кормит им своих пенцов. Так и педагог отдают свое сердце своим ученикам. Наш педагогический университет был основан в 1797 году. Мы подошли с вами к тому месту, где мойку пересекает Невский проспект, главная улица Петербурга. На правом берегу у моста, вот это Строгановский дворец. Этот замечательный дворец в стиле пороков был построен в середине 18-го столетия великим архитектором Франчевска Барталабео Растрелли. Сейчас в Строгановском дворце филиал Государственного русского музея. А мы входим с вами в зеленый мост. Обратите внимание, перила этого моста покрашены в зеленый цвет. Здесь когда-то был деревянный мост зелеными перилами. Это, кстати, мост потом перестроили. И вот ныне существующий мост, первый металлический мост, который был построен в Петербурге. Он назвали. До этого его построили в начале 19-го века. До этого все мосты в Барталабе были либо памятные, либо деревянные. Сразу же на мосток, на левом берегу, желтого цвета здания. Вот там на самом углу надпись «Вольф и Беранже». Здесь когда-то была кондитерская «Вольф и Беранже». Именно в этой кондитерской, в день дуэли, Пушкин встречался со своим секундантом Константином Донзасом. Это его лицейские товарищи. Прямо отсюда они отправились на Черную речку, где произошла столь трагически закончившаяся дуэль. И еще один пушкинский адрес. На правом берегу оранжевого цвета здания в этом доме когда-то находилась гостиница. Называлась она «Димутов трактир». Гостиницу эту основал немец Филипп Димут еще в конце 18-го века. Ну а Пушкин, будучи холостым человеком, часто останавливался в этой гостинице. Здесь он написал свою полтаву. Чуть впереди, вправо, уходит Волынский переулок. Это память о кабинет министре времен Анны Иоанновны Артемии Петровичей. Волынском здесь стояла когда-то его усадьба. На углу переулка и мойке здание с надписью Государственный музей истории Санкт-Петербурга, музей печати. В этом здании когда-то располагались редакция и издательство газеты «Текст и рестники». Сохранялись старинные печатные станки, на которых иногда разрешают поработать победителям этого музея. По левому берегу тянется желтым цветом здание, оно впереди находится у моста, поворачивает его лево на Дворцовую площадь, огибает ее полукругом с юга и выходит к Невскому проспекту. Это здание называют зданием главного штаба российской армии. На самом деле здесь располагались не только главный штаб, но также Министерство финансов и Министерство иностранных дел. Вот сейчас как раз в этой части здания, которая сейчас с левой стороны от нас располагалась Министерство иностранных дел. Сейчас эта часть здания слева подана Государственному Эрмитажу. Здесь работает Виктория Эрмитажа, открыт Музей Российской Гвардии в рамках Государственного Эрмитажа. Также сюда перевели часть экспозиции. Перед нами Певческий мост. Обратите внимание, какая красивая ограда у этого моста. Она напоминает Вологодское кружево. На правом берегу у моста здание придворной Певческой капеллы. Сейчас это концертный зал. А вот с левой стороны выход на Дворцовую площадь. Главную парадную площадь города. Певческий мост 3 по ширине мост Петербурга. Ширина этого моста держится 28 метров. А вот мы уже почти прошли с вами крепче всего. Если вы сейчас посмотрите, вот туда влево, немножечко назад, то отсюда видна Дворцовая площадь и Александровская колонна, памятник императору Александру Первому. Впереди влево уходит зимняя канавка. Она соединяет бойку и ниву. Длина этой канавки 228 метров. Впереди ее переброшены три моста. Второй зимний мост, затем первый зимний мост и эрмитажный. Построили студию мост в начале 18-го столетия. На правом берегу чуть впереди желтого цвета трехэтажная сталь.